Девушки отдыхают Агент германской военной разведки Абвер Кун выброшен с самолета на парашюте в районе города Клин Московской области. После успешного приземления Кун был задержан военным патрулем и доставлен в Клинский городдел НКГБ, где признался, что состоит на службе в германской разведке. При себе агент Гун имел радиостанцию с комплектом запасных батарей, расчетную и вещевую книжки, удостоверение об отпуске на 10 дней, пропуск на право беспрепятственного хождения по Москве позже 24 часов, предписание для дальнейшего прохождения службы и удостоверение личности на свое настоящее имя. Я думаю, вы знаете, что говорите. Итак. Полковицкий Олег Иванович, 1913 года рождения. Уроженец города Москвы. Окончил техникум, работал на заводе 19. Ну, это мы еще проверили. Вот этим завнешься. Проверяйте. В январе 42-го был арестован в статье 16.59.3 за кражу во время авианалюбия. Приговор в 7 лет был заменен на 2 года с последующей высылкой на фронт с минометчиком. Штрафную роту 4-го стрелкового полка. К концу 1943 года в руководственном главном управлении фронтразмом «СМЕРШ» было накоплено достаточного опыта проведения радиоигр с противником. Такой вид спецоперации оказался наиболее эффективным для передачи немцам ложной информации военного характера, что в свою очередь оказывало неоценимую помощь действующей армии. После поимки агента Гунна, руководство третьего отдела «СМЕРШ» решило провести радиоигру «Развод». Главной целью которой было скрыть от германской разведки планы летнего наступления Советской Армии. Дезинформация противника является одним из самых старых способов ведения войны. Таким средством пользовались в разные времена руководители государств и командующие армиями. Умело составленная и запущенная дезинформация помогала одерживать победы и на дипломатических фронтах, и на полях сражений, а также помогала скрывать свои планы ведения войны. Для того, чтобы дезинформация возымела действие, требуется, чтобы противник принял ее за действительность. А это во многом зависит от степени доверия к источнику информации. Да вы не бойтесь, никто не собирается вас тут убивать. Расскажите, как попали в плен, как были заербованы немецкой разведкой. 18 апреля 43-го года наша рота штурмовала высоту 166. Это недалеко, в 30 километрах от города Небель. Без об их сложностей и почти без потерь распоставленные задачи справились. Утром следующего дня наши наблюдатели заметили, что немцы готовят силы для охотно-продажа. Товарищ майор, я тут с салом разжился. Да садись ты. Продолжайте. К тому времени у нас уже почти закончились боеприпасы и мы вели очень редкую стрельбу. Днем немцы начали атаку, мы вынуждены были отступить. Меня и 17 бойцов захватили в плен. Потом отправили в тыл. В разведшколу? Да, в Борисовскую разведшколу. На допросе гун описал руководителей своей разведшколы. Начальник немецкий офицер лет 45 в чине полковника. Требовательный, сдержанный, с курсантами общается официально и вежливо. Его заместитель зонберфюрер в звании капитана, русский из эмигрантской семьи. Хорошо владеет русским и немецким языками. Недавно ввел порядок обращения к офицерам разведшколы не господин, а товарищ. Как принято в Красной Армии. Во избежание провала разведчиками Абюра при выполнении заданий. Кроме того, гун подробно рассказал об организации сеансов связи с германской разведкой. О своих позывных и позывных центрах. А также шифровальный лозунг для зашифровки радиограмм. Немцы помогают строить жизнь в России. Практически каждый германский агент, который забрасывался в советских тыл для выполнения той или иной миссии, получал специальные кодовые сигналы, чтобы показать, что он работает самостоятельно. То есть при зашифровке телеграмм, которую он управлял по рации, была определенная комбинация знаков. Например, у гунна после четвертой группы знаков, там 4 по 4, он должен был поставить два знака вопроса. Если этот сигнал не проходил, ну и, соответственно, у него был закодированный ответ, который он получал, о том, что его радиограмма принята и, так сказать, с ним работают напрямую немцы, он тоже, так сказать, это получал, соответственно, буковка была Р проставлена. Оценив полученные от гунна сведения, СМЕРШевцы решают начать радиоигру. Предлагаю назвать операцию «Развод». Развод? Чего развод? Дело в том, что Аббар требует от своих агентов выйти на связь в течение 7 дней и доложить о начале работы. В данном случае это невозможно. Мы слишком долго изучали личность гунна. Почему же все-таки развод? Придумали такую легенду, что он явился к жене, ну, вполне такая фронтовая, что ли, ситуация, и у немцев такие случаи наверняка были, когда жена его вышла замуж с другого. И вот эту бытовую ситуацию решили использовать в качестве предлога, почему игра, он вступил в связь позже. Поэтому он им через месяц примерно отправил шифровку, в которой сообщил, что так и так улаживал личные дела, жена вышла замуж за другого, и, вероятно, этот повод и послужил названием, кодовым номинованием всей игры – «Развод». Господин полковник, радиограмма от ГУНА. Прошу извинить, что не связывался раньше. Дома неприятности. Развожусь с женой. Сейчас восстанавливаю связи и сразу приступаю к работе. Обстановка крайне тяжелая. Одному работать трудно. Направьте москвича Громова. Он парень надежный, знает город, имеет связь. Тот же день из центра пришла ответная шифровка. Пишите. Ваши трудности учитываем. Тем не менее, с нетерпением ожидаем результатов вашей работы. Вы находитесь в Москве уже больше месяца. Вы должны сконцентрировать все свои силы для победы над жидо-большевиками. Привет, полковник. Скажите. А в чем конкретно состояло ваше задание? Пронкретно. Во-первых, сбор данных о дислокации оборудованных заводов в Москве и опускаемой гимнодоруссии. Второе. Сообщать о передвижении грузов по окружной железной дороге. В-третьих, узнать о форме пропусков и передвижении в Москве во время авианалетов и после 24 часов. Стратегическое положение нацистской армии к концу 43-го года и началу 44-го катастрофически осложнилось. Армия фельдмаршала Роммеля потерпела поражение в Африке. Союзники высадились на Сицилии и готовились к открытию 2-го фронта в Европе. На Восточном фронте Вермахт потерпел катастрофы под Сталинградом и Курском. В ноябре 43-го советскими войсками был освобожден Киев. В связи с этими событиями Абвер нацелил своих агентов, направляемых в СССР. Задание во что бы то ни стало вскрыть направление главного удара Красной армии. Выиграть у такой мощной машины, как Абвер, как СД, это партийная разведка и служба безопасности Германии, выиграть в той тяжелейшей обстановке было достаточно сложно, если не перейти к активным методам работы. И, конечно же, вот это осознание тоже пришло непросто и не сразу. И фактически мы можем говорить, что военная контрразведка переигрывала немецкие спецслужбы начиная с 43-го года. С учетом всех обстоятельств на Лубянке принимают решение – судовлетворить желание Абвера. Был утвержден план радиоигры «Развод». Предлагаем направить противнику информацию о железнодорожных перевозках военных грузов и дислокации частей Красной армии вблизи столицы. Дезинформация будет строиться таким образом, чтобы убедить противника в том, что главный удар Красной армии несет на южном или юго-западном направлении фронта. Ну что же, в целом идея хорошая. Идите работайте. О результатах докладывайте мне незамедлительно. Пополняйте. Господин полковник, гун. Поздравляю с Новым годом. Желаю нам всем скорейшей победы над жидокоммунистами. Одна знакомая из наркоматов Ништорга рассказала, что 21 декабря из Ирана прибыло 4 эшелона с иностранным авиаоборудованием. Несколько раз я был на окружной железной дороге. В обе стороны идут смешанные эшелоны с большим количеством бронетехники и артиллерии. Кроме этого, я насчитал 30 эшелонов с лесом, углем и другими ресурсами. Радиоигра «Развод» проводилась в тесном контакте с разведуправлением Генштаба Красной Армии. Вся дезинформация санкционировалась лично начальником разведуправления генерал-лейтенантом Кузнецовым и начальником главного управления контрразведки СМЕРШ генерал-лейтенантом Абакумовым. Те методы, которые применялись, инициатором их было, в общем-то. И если даже кто-то другой выходил с инициативой, кто поддерживал эту инициативу и развивал эту инициативу, конечно же, начальник военной контрразведки Виктор Семенович Абакумов. Без него не состоится просто история военной контрразведки за годы войны. О ней просто нельзя говорить. Стоит отметить, что Абакумов подчинялся непосредственно Сталину. Поэтому все происходящее на фронте и в тылу противника Абакумов докладывал лично главнокомандующему. В архивах Лубянки хранится несколько сотен таких рапортов. Проходи, заняйтесь. Спасибо. Поясните, что вы тут написали. Докладная записка. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. В результате безграмотных действий командующего 33-й армии генерала Гордова, о котором контрразведка неоднократно вас информировала, в полосе действий 33-й армии сложилась катастрофическая обстановка. Своими непродуманными действиями Гордов потерял огромную массу личного состава и техники. Офицеров штабных подразделений, корпуса, дивизии, штаба армии он заставляет, вопреки всем нормам, выдвигаться в зону непосредственно боевых действий за 500-600 метров от линии немецких окопов. Для проведения радиоигры «Развод» с целью конспирации чекисты сняли квартиру в районе набережной реки Яуза. Место это было выбрано не случайно. Недалеко от конспиративной квартиры располагался завод номер 300, который выпускал авиационные двигатели для Мигов и Яков. В этом районе проживало много рабочих, инженеров и прочих специалистов, с которыми, по легенде, должен был познакомиться агент Абвера Гун для сбора информации. По соображениям Лубянки, Гун должен быть образцовым агентом. Он должен был делать все так, как его учили в разведшколе Абвера. А как вас вообще учили давать сведения? Как? Нас учили, что можно давать сведения путем подкупа. Говорили, будут деньги, вы сможете купить нужного вам человека. Вам поподробнее, как именно? Поподробнее? Путем подслушивания в общественных местах, путем наблюдения, легальным или нелегальным способом, скрытого наблюдения. Можно давать сведения по обрывкам газет. К примеру, воинская часть издает газету. На ней стоят органы и год издания. Если газета издается 7 лет, то это кадровая часть. Если года или меньше, то это часть переменного состава. Тема первая. Основная. Халатность. В Советском Союзе халатность процветает во всем. Любые сведения можно получить путем подслушивания в различных местах. Расширяйте круг своих знакомых. Даже у простого рабочего можно выведать необходимые сведения. Например, если он работает на каком-нибудь военном заводе. Курсантов разведшколы вербовали в основном из советских военнопленных. После их согласия пленных отправляли на откормку и хозяйственные работы. В школе их переодевали в военную форму. Преподавателями, наряду с немецкими офицерами, были и бывшие советские командиры. Большинство из которых добровольно согласилось на службу в немецкой разведке. Были среди преподавателей и бывшие царские офицеры. Я слышу, я голос прожил. Приготовьтесь. Готов. Хождение по городу в ночное время. Разрешено до двух ночи. Пуска с пятого января новые. Достать их не могу. При первой возможности постараюсь узнать форму и текст. Еще раз прошу выслать мне напарника. Вот письгуру. В ответ из центра поступила радиограмма, из которой следовало, что центр согласился выслать напарника, а также дали новое задание – узнать о формировании десантных частей под Москвой. Дело в том, что Абвер уже пытался через другого агента выяснить эту информацию и обладал определенными данными по десантным частям. Таким образом, немцы пытались проверить гунна, сравнив информацию из двух источников. К сожалению, разведчиков Абвера оба источника передавали ДЭЗу под диктовку смершивцев. С зимы 1941 года немецко-фашистская разведка начала агентурное наступление в приграничные районы Советского Союза. Перед диверсионно-разведывательными группами стояли следующие задачи. Создавать склады оружия, базы и площадки для парашютного десанта, устанавливать ориентиры для воздушных бомбардировок, военных, промышленных и транспортных объектов, организовывать антисоветские банды, совершать поджоги и взрывы, нарушать связь, отравлять источники воды. Только в 1943 году мы восстановили тот потенциал, который был утрачен в 1937-1936 году. Работники получили достаточный уже опыт непосредственной работы в условиях фронта, в условиях тыла, получили опыт противодействия немецкой разведке. И мы можем твердо говорить, что с 1943 года, так же, как и наша родная Красная Армия, начала такие мощные победы, да, и фактически противодействовать вермахту. То же самое и контрразведка. В начале февраля 1944 года германскому командованию была передана дезинформация, целью которой было задержать на некоторое время наступление немцев в районе Чаркаса, на соединение с крупной группировкой взятой Красной Армией в Клещи. Вчера встретил знакомого майора из штаба Первого Украинского фронта. Этот майор рассказал, что южнее Чаркас окружена крупная группировка германских войск. Также сообщают, готовится крупное наступление Первого и Второго Украинских фронтов в направлении Вапнярка. Стягиваются большие силы танковых артиллерийских частей в район Казатин. «Проводить связь одному очень трудно. Мне несколько раз мешали. Нужны батареи для рации и деньги. Прошу, ускорьте приезд Громова». После недолгого раздумья немцы все же решают отправить на помощь Гунну агента Громова. Тем более, что сотрудников Абвера смущал факт наличия у Гунна множества знакомых офицеров, стенографисток и летчиков. Поэтому Громов получил задание проверить Гунна и затем втайне от него доложить в центр. Дело в том, что в Абвере прекрасно поднимали. 9 из 10 завербованных агентов видят в своей работе на немецкую разведку единственный способ возвращения домой из плена. Многие догадывались, что на родине их ждут лагеря ГУЛАГа, а может быть и расстрел. Сталин объявил, у нас нет военнопленных, есть изменники Родины. Тем не менее, многие считали, что лучше вернуться, чем испытывать доводящий до животного страха ужас немецких уделений. На днях к вам прибудет напарник с посылкой. Точное время и место сообщим. Полковник. После получения этой радиограммы СМЕРШИВцы решают, что Гунн самостоятельно встретит напарника и отведет его на конспиративную квартиру. Одновременно, во избежание возможных неожиданностей, за Гунном было установлено дополнительное наружное наблюдение. 7 марта из центра пришла радиограмма, в которой говорилось, что Гунн должен встретить напарника возле входа на Ржевский вокзал с 19 до 21 часов ежедневно в течение 4 дней. Однако в указанное время напарник так и не появился. Этот факт насторожил чекистов. Не раскусили ли в Абвере Гунна? Однако, даже если это и так, то зачем немцы продолжали игру в эфире? Но Лубянки принимают решение продолжать игру и посылают в Абвер Тезу про подмосковные десантные части. Наживка сработала. 20 марта из центра пришла шифрограмма. Товарищ выезжает. Встречайте на том же месте. С 19 до 21 часа. 31 марта 1944 года курьер Абвера встретился с Гунном на площади возле Ржевского вокзала. Никаких паролей у них не было, так как агенты были знакомы лично. Гунн и Громов поехали на съемную квартиру на Яузе. Встреча с Гунном на площади. Встреча с Гунном на площади. Меня напили потом. 190 тысяч рублей. Это документ дам я Федору Михайлову Михайловичу. Это теперь я. Это все? Все. Да. А где питание для раций? Я не смог найти чемодан, когда приземлился. В нем еще шесть сад кусков был. Да деньги хрен с ними. Все так найдет, себе оставит. Батарей тоже. Не побежишь, жилых сдавать мусора. Налей еще. В результате дальнейшей радиоигры с марта по июнь 1944 года немцам было передано 15 шифрограмм. В результате германские спецслужбы на основе ложной информации пришли к неверному выводу, что летнее наступление начнется в направлении между Карпатами и Ковелем. Игра началась, мы помним, в конце 43-го, а весной 44-го решили прикрыть направление, высадку союзников Нормандии. И для этого немцам легендировали о том, что агент германской разведки получил сведения свою знакомой, что группа военно-морских офицеров выехала в Лондон для консультации по вопросу высадки союзников в Северной Норвегии. Потому что Норвегия занимала такое важное стратегическое положение, к тому же очень близко все-таки была к основным театрам военных действий. И вот такая дезинформация немцам была отправлена по этой игре. Надо добавить, что Гитлер был крайне недоволен работой Абвера. Поэтому к июню 1944 года тучи над руководителем Абвера, адмиралом Канарисом, сгустились беспросветно. Он был арестован и помещен в замок Лауэнштейн под домашний арест. А в апреле 1945 года адмирал был казнен. Известно, что еще с 1938 года Канарис был тесно связан с заговорщиками, которые планировали свержение гитлеровского режима. Также известен и тот факт, что Канарис в 1942-1943 годах встречался с представителями английских и американских спецслужб. Возникает логичный вопрос. На кого работал Канарис и его разведка? Однако однозначного ответа не существует. Канарис все-таки не совсем разделял нацистскую идеологию и подспудно понимал, что крах фашизма, он неизбежен. Естественно, он думал о своем будущем и убежден я, что у него были контакты с западными спецслужбами. Тем временем радиоигра «Развод» продолжалась. С целью закрепления авторитета Гунна, демонстрации возможностей для его длительного оседания, чекистами было придумано открытие Гунном столярной мастерской и покупка под Москвой дачи для более удобной и надежной работы. Для этих целей было решено затребовать у центра денег и радистку. Также противнику было передано несколько шифрограмм, касающихся парашютно-десантных бригад и перевозки военных грузов. В это время Борисовская разведшкола готовилась к эвакуации. Утром 23 июня 1944 года советские войска перешли в наступление в рамках операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Особым сюрпризом для немцев оказалось наступление со стороны Первого Прибалтийского фронта. Ваша инициатива одобрена, но прошу пояснить, откуда вы собираетесь брать радистку? Также просим Громова сообщить, когда он вместе с Ридицем и Боншторфом сидел в тюрьме. Таким образом, Абвер проверял своих агентов на самостоятельность. Не действуют ли они под диктовку советской разведки? Ответ пришел незамедлительно. Громов сидел в тюрьме с ноября 1942 по март 1943 года. Объясните, для чего необходимы эти данные. Присылайте скорее деньги, батареи и радистку. Привет. Все нормально. Они еще не рассекречены. Отправляйте. Сообщите, где могут вас найти два курьера, которых мы намерены вам послать с деньгами и батареями. Также постарайтесь узнать о подробностях воздушного сообщения от Аляски в Союз. Привет, полковник. СМЕРШ старался показывать противнику активнейшую деятельность своих агентов. Однако передавать только дезинформацию было невозможно, так как это могло привести к провалу операции. Докладная записка. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Абвер поставил своим агентам задачу. Абвер поставил своим агентам задачу. Выяснить, на какой участок фронта будут перебрасываться войска, которые освободились из районов Прибалтики. Полагаю, что прямая дезинформация может привести к провалу радиоигр, проводящихся в данное время. Предлагаю максимально расплывчато и невнятно ответить на этот вопрос. Так как немцы понимают, что информация такого рода их агентам недоступна. Абакумов. Живой удач. Сообщение из центра. Ну, слава богу, они нас еще не раскрыли. Давай начнем. Новый курьер прибуду 24 ноября. Встречайте на Ржевском вокзале. Один в чине капитана, другой в чине эфрейтера. Громов должен опознать Холостова. Будем готовить Громова. Однако к тому времени Громов находился уже в тюрьме и встретить курьеров не мог. Опознать немецких агентов предстояло куму. Получив сведения о прибытии курьеров, чекистами был разработан план задержания агентов-связняков. Был придуман условный сигнал на случай, если Гунну удастся узнать шпионов. Он должен снять шляпу и поправить прическу. 24 ноября немецкие шпионы были арестованы. В момент задержания они попытались скрыться, отстреливаясь из пистолета. Начальник бутылка, капитан Бычков, предъявите ваши документы. Документы? Это можно. Задержанными были некто холостом, Держать! Задержанными были некто холостов и воронов, которые оказались опытными немецкими шпионами. При себе они имели 300 тысяч рублей, советские ордена и медали, золотые украшения, чистые бланки документов, питание для радиостанции. Как выяснилось, холостов и воронов во время пребывания в псковском лагере для военнопленных добровольно вступили в русскую освободительную армию. А затем были завербованы одним из преподавателей Борисовской разведшколы. Прибытие двух курьеров послужило лучшим подтверждением того, что в центре полностью доверяли своим агентам, несмотря на их перевербовку СМЕРШем. Также у задержанных курьеров обнаружили письмо, предназначенное ГУННУ. За вашу работу вам признательность от высших органов, которая в служебном плане благоприятно на вас отразилась. Вы оба награждены Серебряным Крестом. Желаю здоровья и успехов в работе, знакомый капитан. Эта информация попала на стол у вождю незамедлительно. В период с ноября 1944 по март 1945 года противнику был передан целый ряд дезинформационных материалов различного характера. Причем чекисты даже постарались успокоить противника, что зимой 1945-го Красной Армии не планируется активных боевых действий. Однако на деле все выглядело совсем по-другому. Почему же немцы, обращенные в бегство, продолжали доверять своим агентам? Нужно психологически попробовать себя поставить на место руководителя военной разведки. Во-первых, почему они работали с ГУММ? Не было оснований предполагать, что он давал неверные сведения. То есть дезинформация составлялась так умело и так дозировано, и так было хорошо перемешано с правдой, что обвинить своего агента в нечестности они просто не могли. То есть оснований сомневаться не было. Однако фронт неумолимо приближался к Берлину. Связь с центром от сеанса к сеансу становилась все хуже. Последнюю радиограмму смершевцы передали 15 марта 1945-го. Связь с вами стала очень плохой. Часто работаем впустую. Не могу своевременно передать информацию. Радиоигры – это особая тема. Это особая гордость советских органов, советских спецслужб, советских органов госбезопасности. Потому что именно благодаря радиоиграм удалось в значительный период времени большой объем дезинформационных материалов представлять и доводить до фашистского командования. Именно в этот период мы перераспределяли свои возможности для того, чтобы все-таки наносить более верные удары по фашистам. За период проведения радиоигры «Развод» противнику было передано 69 радиограмм. Получено 23. Перевербованный агент германской разведки ГУМ за честное выполнение заданий госбезопасности был награжден орденом Красной Звезды. После войны проживал в Москве. Агент Грумов был осужден особым совещанием при НКВД на 15 лет. Холостов и Воронов приговорены к расстрелу. Приговор приведен в исполнение. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»